До 20 ноября отложено рассмотрение дела в отношении Александра Ижмукова, водителя автобуса, попавшего в ДТП в Заинском районе. Как сообщает пресс-служба Заинского районного суда, рассмотрение дела отложено в связи с необходимостью допроса неявившихся свидетелей. Напомню, ночью 2 июля в ДТП под Заинском погибли 14 человек, в том числе четверо детей. Автобус «Самара-Ижес» столкнулся с КАМАЗом, который буксировал МАН. В 2019 году в России планируют ввести ЕГЭ по китайскому языку. Как сообщили в Россобнадзоре, уже в этом месяце ведомство проведет апробацию модели экзамена. В испытании, которое пройдет в 10 регионах страны, будут участвовать более тысячи школьников. Отдельную сложность составления тестов по китайскому языку представляет наличие множества его диалектов, а также отсутствие в России единой программы по этому курсу. Из более чем 80 тысяч трудоспособных инвалидов, проживающих в Сатарстане, работают 30%. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике Госсовета Светлана Захарова. Сейчас в банке данных республики 38 тысяч вакансий, из них лишь 720 мест могут быть предоставлены людям с ограниченными физическими возможностями здоровья.